привет привет мои друзья меня зовут лилия донского и сегодня мы будем устраивать битву битву двух подводок одна из них very me это старая коллекция компании oriflame а вторая on color та которая вышла только недавно и я ее буду пробовать сейчас первый раз вместе с вами и так хочу показать в чем разница разница в кистях в первую очередь не знаю как по составу но предыдущая подводка мне очень нравилось как лежит на глазах то есть она весь день лежит единственное что она не водостойкая она течет от водички от слез но такое со мной практически не случается итак первая подводка смотрите у нее мягкая кисть поближе покажу она такая вот вся гибкая но она достаточно упругая я к ней быстро приспособилась и несколько лет уже пользовалась этой подводкой а новинка on color у нее смотрите совсем другая кисть она более острая конусом идет и у нее гибкий только кончик все далее она упругая сейчас попробуем какая будет разница мне интересно и начну я пожалуй со старой подводки то который мне более привычно беру зеркало запаслась на всякий случай ватными палочками то что может быть такое что рука дрогнет и стрелка пойдет не туда куда нужно даже очень опытного мастера такое тоже случается когда я достаю подводку я снимаю лишнюю массу красящего вещества обратно в флакончик потому что мне не нужно чтобы сразу поставилась ляпка и я начинаю рисовать обычно вот самого верха подводку так вам хорошо будет видно так вот прикладываю кистьям к началу роста ресниц и аккуратненько делаю движение пух так довела практически до конца глаза но не смотрите не до конца потому что дальше стрелка уходит вниз то есть линия естественная линия глаза она уходит вниз мне это не нужно делаю соединительное движение с внутренним углом глаза приложила отпустила а чтобы прокрасить до конца я делаю такое движение переворачиваю кисточку перпендикулярно глазу аккуратненько и аккуратно вот таким образом крашу тонкую линию потому что нам нужно чтобы линия стрелочки была красивая начиналась тонкая и шла на расширение и так сделала как видите я достаточно ловко умею управляться с кисточкой но это годы практик года тренировок как сделать стрелку далее красивые смотрите я беру прикладываю кисточку вот таким образом краешку глаза вверх рисую тоже надо снять излишки побольше снять рисую так вот вверх именно той длины которая мне нужна если это вечерний макияж я делаю стрелку более длинную более толстую если это дневной то стрелочка может быть совсем малюсенькой совсем тоненькая только чтобы чуть-чуть подчеркнуть линию глаза и далее я заполняю вот это пространство таким изгибом то есть соединяю две линии треугольничком и заполняю пустоту мне не очень удобно то что я держу рукой зеркальце обычно я чуть-чуть придерживаю века делаю там натяжение кожи как мне удобно но даже вот при таком варианте у меня получилось достаточно ровная стрелка так это было был первый вариант теперь я буду пробовать новую подводку заодно вспомнила как работает старая то же самое снимаю тут у даже слишком особо нет она такая остренькая ну попробуем и так прикладываем так провела остановилась я не могу сказать что мне удобнее этой кисточкой работать я ее еще не совсем поняла то что она намного острее это очевидно я точно не скажу что она прям лучше вау вау но первое впечатление не такое вот прям как я ожидала почему-то я думала что это она сама будет красить так еще намочила и снимаю излишки и проверяю чтобы они были более-менее одинаковые и вот теперь важно поймать тот момент чтобы стрелочка легла так же как на том глазике чуть-чуть вверх и соединяю я обычно сначала крашу стрелку потоньше потому что если они получатся разные то проще ее убрать или нарастить то есть добавить всегда легче смотрите они не получились разные одна более задрата другая более опущена но это не очень страшно я беру ватную палочку и убираю сильно до зеркало всегда сильно задрано я беру средства для снятия косметики его быстренько вспениваю наношу на ватную палочку немножечко средства и убираю стрелочку ой потеряла ватную палочку беру другую хорошо что я взяла сразу две на всякий случай как будто знала и аккуратненько убираю эту стрелочку потому что она слишком высоко задраться она очень легко снялась даже не размазалась абсолютно еще интересно будет за ней понаблюдать потому что бывают такие подводки которые в течение дня начинают трескаться на глазах у меня была такая подводка не арифлейм она очень дорогая подводка но мы покупали дочки розовую ярко-розовую в льдоботе дорогая но ей нужно было под выпускной наряд и поэтому мы купили ее но она при том что она безумно красивая она ужасно трескалась то есть уже через несколько часов носки она становилась в мелкую трещинку это было некрасиво и так дубль 2 пробуем так стрелочку нет может быть я привыкла к той кисти но мне она кажется более удобной старая коллекция это слишком остренькая для меня и не такая послушная если честно но это может быть опять же дело привычки потому что когда мы привыкаем к какому-то инструменту даже если это ручка мы пишем пишем одна ручка и паста кончилась мы берем другую и нам кажется что эта ручка неудобно но через пару дней она опять вписывается в нашу руку да уже как родная и мы ее уже забыли что у нас была другая ручка мы уже привыкаем быстро к этой поэтому я тоже знаю что и к этой подводке тоже приспособлюсь но первое впечатление мне а старая кисточка все-таки нравится больше чем новая но вот более менее одинаковые стрелки так что не все что новое может быть лучше старого вот такой вот маленький эксперимент теперь вы будете знать про новую подводку и но если вы ранее подводка не пользовались то в любом случае я вам рекомендую научиться красить стрелочки это не сложно нужно просто практика обычно сложнее с другим глазом работать но на самом деле дело тоже практики несколько дней ужасных стрелок может быть даже психозов потому что у меня поначалу было что приходилось снимать полностью макияж смывать вы не думать что я прям вот такая родилась сразу с подводкой в руках нет чтобы нарисовать красивые стрелочки девчонки на самом деле трудятся над этим вопросом достаточно долго зато потом как красиво все таки стрелки они вот подчеркивают глаза и можно задать определенную форму глаза то есть то который вы хотите это кокетливые удивленные да там восхищенные глаза выразительные на какие-то сексуальные и так далее поэтому учитесь пользоваться подводкой пишите в комментариях если у вас есть какие-то вопросы пожелания может быть еще потестировать и строить битву каких-то продуктов сделаю это с удовольствием и до новых встреч наших видео с вами была лилия донского пока пока а самое главное забыла еще сказать это не весь макияж еще нужно тени тушь помаду нанести и еще важный лайфхак подводку лучше наносить поверх теней а не наоборот потому что если есть я сейчас начну красить тени я тенями под водочку немножко засыплю и она будет не такая яркая поэтому я обычно сначала делаю макияж тенями а уже сверху подводкой и только потом тушу но опять же у меня уже огромная практика я знаю что я нанесу подводку с первого раза и ее не нужно будет исправлять то есть она ляжет по теням сразу идеально если такой практики нет то конечно сначала лучше подводку сделать а потом носить тени если вы ее засыпали то просто возьмите аккуратненько сверху по теням еще раз в тех местах где она стала менее яркая просто еще раз проведите подводка сверху вот теперь точно все пока пока всем чудесного настроения